Здравствуйте! Это новости на канале Губерния в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Радио Губерния получила народное признание. Лауреаты факции назвали сегодня в Самаре. Семь номинаций, более трехсот заявок и почти полтора миллиона голосов, которые жители области отдали за самых достойных. Кому и за что вручили главную общественную награду региона? Покажем. Безопасные и комфортные школам и больницам региона передали новый транспорт, за чей счет закуплена техника и где она будет работать. Новости с колес. От первого печатного станка до современных типографий российские журналисты и издатели отмечают день рождения профессии, о чем писали самарские газеты сто лет назад и чему учат современных окулпера. Самарское губернское радио получило народное признание. Лауреатов ежегодной областной общественной акцией назвали сегодня со сцены театра, оперы и балета. Среди них и наши коллеги. Работу молодой, но уже популярной радиостанции отметили в номинации «Открытие и созидание». Напомню, акция проходит в регионе уже в девятый раз. Лучших выбирают сами жители. В этом году за номинантов общей сложности они отдали почти полтора миллиона голосов. Целые организации и люди, которые стали по-настоящему народными героями. В церемонии награждения репортаж Алены Алешиной. Семь номинаций и более трех сотен претендентов. Среди лауреатов акции «Народное признание» те, кто всей душой болеет за свое дело. Это было добрые, неравнодушные и инициативные люди, за которых проголосовало больше миллиона жителей Самарской области. У каждой эпохи свои герои. Ими восхищаются, на них равняются. Учителя, врачи, спортсмены, артисты, военные и промышленники. Этих людей объединяет одно. В их жизни есть место подвигу. История Лилии Чудаевой тому пример. Этим летом фельдшер трижды спасла жизнь ребенку, попавшему в страшное ДТП. Уже по пути в больницу карета скорой тоже попала в аварию. Но несмотря на травмы, головы, ног и сломанные ребра, медик тут же кинулась оказывать помощь. Героизм и мужество Лилии Михайловны оценили ее пациенты, отдав голоса в одноименные номинации. Каждому человеку приятно, что в его жизни его трудовые какие-то личные успехи признаны. И не только тобой лично где-то внутри, а на всю Самарскую губернию, я думаю, даже больше. Поэтому, конечно, это очень приятно. Активная жизненная позиция не просто слова для Анастасии Сомовой. Несмотря на юный возраст, а ей всего 19, будущий учитель начальных классов из Сергиевского района ведет собственную телепередачу, участвует в конференциях и жизни родного техникума. Сама хочу самореализовываться. Это я делаю для себя, чтобы моя личность как-то росла. Не то, чтобы получить награду и так далее, а это все для себя. Таким и должно быть поколение будущего, говорит губернатор. Не случайно в этом году появились две новые номинации. Дети, молодежь, молодые люди – это наше будущее. Если они активно участвуют в этой акции, это уже прекрасно. Это уже говорит о том, что рождаются вот те звездочки, на которых будут светить и на которых будут равняться десятки, сотни, тысячи других, и которые будут делать и наш край краше, и нашу страну краше, и страну нашу великой. Среди лауреатов и радиогуберния, в копилке которого всего за два года вещания уже есть награды – областные и всероссийские, наших коллег оценили в номинации «Открытие» и «Созидание». Телерадиокомпания «Губерния». Государственное бюджетное учреждение Самарской области телерадиокомпании «Губерния» – обладатель более 40 наград международных всероссийских и региональных профессиональных конкурсов в области телевидения и радио. Хочу поблагодарить от всех, от всей телерадиокомпании, всех сотрудников, прежде всего тех, кто выдвигал Самарское губернское радио в качестве номинанта, кто нас поддержал и голосовал за нас, всем, кто проектировал и строил радиотрансляционную сеть Самарского губернского радио. Спасибо вам большое, Николай Иванович, за все, что вы сделали для Самарской губернии. Делайте сейчас, и, я уверен, сделайте в будущем еще больше. «Ваша радиостанция, она достойна особых похвал, потому что то, что я сегодня услышал со сцены, то, что в соседних регионах не смогли такого же плана радиостанции организовать, а у вас это получилось, это очень здорово. И огромное спасибо вашему директору за его усилия, огромное спасибо Николаю Ивановичу Меркушкину за то, что он помогает этой радиостанции жить». Акция «Народное признание» проходит в регионе в девятый раз и уже стала доброй традицией – вручать бронзовые статуэтки в виде сердца тем, кто каждый день дарит его людям. Алена Алешина, Андрей Авдеев, Новости губернии. Народное признание сегодня получил и Самарский стройфарфор, став лауреатом в номинации «Единство и успех». Продукция предприятия неоднократно отмечалась на самом высоком уровне. Народная оценка – это особая гордость завода. Акция «Народное признание» – это всегда праздник, всегда радость от того, что мы еще раз убеждаемся, что делаем правильный, простой продукт для людей, для народа, для семьи. Мы вспоминаем каждый раз нашу миссию – нести в дом чистоту и гармонию. Стать лучшими в России – такую задачу ставит перед собой руководство завода. В планах расширение производства – это даст 20-процентный рост годового объема. Самарский стройфарфор знает не только в Самаре, знает вся страна. Это сделали люди, люди наши, Самарские, которые вложили туда душу. Я уверен, они будут очень активно и дальше развиваться. Телевизионную версию церемонии смотрите в нашем эфире завтра в 19.25. А сразу после награждения лауреатов областной акции «Народное признание» состоялся торжественный прием губернатора. Мария Шпакова, тех, кого еще ждали заслуженные награды. В одном зале номинанты акции «Народное признание» – почетные гости, представители крупнейших предприятий и организаций Самарской области. В этот вечер слова благодарности звучат в адрес тех, кто особо отличился на профессиональном поприще. Звание «Народный артист Самарской области» присваивают Андрею Антонову, солисту театра оперы и балета. 20 лет на сцене. Все басовые партии не обходятся без его участия. Он, в свою очередь, в ответном слове демонстрирует свой талант. Хочется, чтобы наша Самарская область так же процветала, набирала обороты все больше и больше. На многое лето! Звание «Народный» получает еще один профессионал. За значительный вклад в развитие здравоохранения региона награждают профессора Самарского медицинского университета. Она, в свою очередь, признается, что для нее работа – смысл жизни. Меня спасала от всех моих бед работа. И я очень желаю, чтобы вам хотелось с удовольствием идти на работу, а потом с удовольствием возвращаться домой. За укрепление дружбы народов почетным знаком губернатора Самарской области награждают тех, кто внес большой вклад в развитие межнациональных отношений. Глава региона отмечает, чтобы получить признание от окружающих, необходимо работать в команде. Конечно, немало мы сделали, но 2017 год он будет во всех отношениях особым. Во всех отношениях. Он может быть самым важным за все время истории нашей губернии. Конечно, как мы этот год сработаем, мы можем очень-очень многое в итоге сделать, сделать для родного края, для города Самары, для всей области. В 2017-м открытие новых объектов, строительство дорог и масштабная подготовка к чемпионату мира по футболу. И от того, насколько слаженно будут работать люди, зависит и будущее региона. Мария Шпакова, Александр Каракулько, новости губерния. Новые машины в больнице и школы. В соответствии с распоряжением председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, региону были выделены средства на пополнение автопарков, школ и медучреждений. В том числе за федеральный счет. Приобрели 30 карет скорой помощи и 119 автобусов. Ключи от них вручил губернатор. Куда отправятся новые машины и когда первый рейс, знает Ольга Павловская. Водители, которые будут управлять этими машинами, говорят, даже сравнить со старыми авто нельзя. Современные и комфортные. Удобно как и для группы скорой, так и для пациента. Николай, здесь только Самарская станция скорой помощи. Значит, Ольятинская, Сызранская. Мы не стали что-то машину подвозить. Ясно. Да, Жигулевская тоже. С Кошек, еще с Большой Чернигутки и Шанталат. То есть мы все крайне охватили. Все те уже там. А это Самарская? Только Самарская. 8 машин. Автопарк Самарской скорой помощи сейчас обновлен на 50%. В том числе благодаря финансовой поддержке центра идет постепенная замена машин. Губернатор, передавая ключи от новых авто, уверяет, работа будет продолжена. Глава региона осматривает технику. Он, например, вот эти форды отправится в больницу имени Середавина. Дефибрилляторы, дыхательные аппараты, полные наборы для оказания реанимационной помощи. Ну, практически международная. Оборудование российское. Ну, не в чем. Ну, здесь, скажем так, вот основные приборы российские, комплектующие. За счет федеральных и областных средств закупает и новые школьные автобусы. Всего было приобретено 119 машин. Четыре из них отправятся на новые маршруты. Остальные на замену уже устаревших авто. Николай Иванович, большое спасибо, что вы удовлетворили просьбу жителей села. Новый Бинарадка, Новый Урайкино, Михайловка. Заменили нам автобус даже в эти тяжелые времена. Надо сказать спасибо президенту. Ну, тогда вы ему передадите. Я ему передадите. Да, лично. Президенту, потому что была его инцидент. Да, скажите. Из новой Бинарадки. Из новой Бинарадки. Да, да. Вопрос образования власти всех уровней уделяет большое внимание. Впервые за 20 лет в Самаре были открыты две новых школы. В этом году заработает еще одна в Южном городе. Георгиевская средняя школа, Кенельский район. Этот год он для нас плодает. И подарки даете, очень хорошие. Фок, капитальный ремонт, теперь еще новые газеты. Спасибо огромное. В Самарской области в школьных перевозках задействовано 648 автобусов на 740 маршрутах. Перевозится более 15 тысяч учащихся. 14 мест для детей, 2 для воспитателей. Ну, давайте, берегите. Спасибо. Спасибо. На дорогах. Сопутству вам. Спасибо. Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. За последние пять лет число преступлений в регионе сократилось на 30%. Такие данные озвучили на расширенном заседании коллегии областного главка, где были подведены основные итоги за 2016 год. Речь шла о раскрытии громких уголовных дел и обеспечении безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу. Продолжит тему Татьяна Пудова. В областном главке подводят итоги работы ведомства за 2016 год и ставят приоритетные цели и задачи на этот. Главная тема обеспечения безопасности на Чемпионате мира. На заседании глава региона отметил, количество преступлений в Самарской области за последние пять лет снизилось на 30%. Наша полиция сделала значительный шаг в борьбе с преступностью. По итогам 2016 года снизилась на 11% общая преступность, на 14,4% тяжкие и особо тяжкие преступления, на 18% сократилось число убийств. Вот эти особенно последние цифры говорят о том, что ваша работа становится более эффективной, результативной. Главное управление МВД России по Самарской области занимает шестое место в стране по показателям ведомственной оценки. Выросла раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков до 66%. В кратчайшие сроки были раскрыты громкие уголовные дела. Среди них расправа над семьей полковника Андрея Гошта, покушение на главу от Радненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийство его супруги. И по Ножовщина в Самарском кафе 8 января этого года в результате погиб бывший сотрудник правоохранительных органов. На заседании отметили, доверие граждан к полиции растет. Приоритетами является наш гражданин и его безопасность, сохранение его прав и свободы нашего гражданина. И 571 наряд, который патрулирует улицу города. И раскрываемость преступлений. Это основной показатель нашей работы, но мы видим и собственные внутренние проблемы. Губернатор обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость продолжать совместными усилиями совершенствовать борьбу с экономическими преступлениями. В частности, призвал навести порядок на алкогольном рынке, в налоговой сфере, природопользовании и ЖКХ. Только за год, за год, по-моему, 31 управляющая компания сами себя обанкротили. У нас на каждом шагу сам себя обанкротит, уводят бешеные деньги и никому до этого дела нет. У нас есть сами себя обанкротившиеся компании, долгов у которых более 3 миллиардов рублей. Мы понимаем, о чем речь идет. Мы же знаем в том числе, что управляющие компании, нормально работающие, получают прибыль. Теснее работать на коллегии, порученной с населением, полицейские надеются на сознательных граждан и усиление народных дружин. После заседания коллегии губернатор и начальник главка вручили награды сотрудникам, отличившимся на службе. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губернии. В стиле чем? Аэропорт Курумыч украсила символика мирового футбольного первенства, а в зоне вылета открылась выставка Кубка Конфедераций. Пройти мимо невозможно, стенд установлен по пути на посадку. Фотографии команд участниц турнира чемпионов, информация о городах-организаторах и стадионах, где будут проходить соревнования и расписание матчей. На стенде пока не хватает только одной сборной. Фото появится сразу после того, как определится победитель Кубка Африканских наций. Напомню, матчи Кубка Конфедерации пройдут летом этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Выставочная площадка оформлена в ярком фирменном стиле чемпионата. Характерное оформление появилось во всех 11 городах России, которые примут Игры Мундиале в 2018. От подпольных газет до изданий с многотысячным тиражом самарские журналисты вместе со всей страной отмечают День российской печати. Больше трех веков прошло с выхода первого номера ведомостей, но до сих пор газеты и журналы находят своего читателя. С чего началась история самарской прессы, вспоминала Мария Акимова. В начале 20 века в Самаре были организованы тайные типографии. Располагались они в подвалах. Брошюры и листовки штамповались вот на таких американских бастонках. Это компактные печатные аппараты. Одно движение руки, и на листе остается оттиск текста. До революции о такой технике газетчики могли только мечтать. Эта печатная линия способна выпустить больше миллиона полос всего за пару часов. Их не нужно разрезать вручную, аппарат все сделает сам. Да и бумаги хватит. В одном рулоне ее около 20 километров. С этой газеты началась самарская журналистика. И лишь полвека спустя свет увидела Волжская коммуна, тогда прибой, в 2017-м изданию 110 лет. Гражданская война, аппарат 7 ноября 1941-го. Капитуляция фашистской Германии. Но главная гордость редакции – космический выпуск. Размашистый автограф оставил сам Юрий Гагарин. На страницах газеты создавалась история. Не одним поколением журналистов. Мы себя ощущаем ответственными за продолжение некой традиции. Газета, конечно, меняется. И вот мы буквально с начала этого года вышли уже в новой модели. Постарались сделать ее поживее, поинтереснее, поярче. История праздника берет свое начало в далеком 1703 году. Тогда по указу Петра Первого вышли пьедомости. С тех пор 13 января считается днем рождения отечественной журналистики. Это прекрасный повод собраться всем вместе, подвести итоги, наградить лучших. Мы гордимся тем, что Николай Иванович Меркушкин уже на протяжении многих лет вручает представителям СМИ премии губернатора. И хотя профессия журналиста считается одной из древнейших, обучать ей стали сравнительно недавно. В нашей области подготовкой будущих корреспондентов занялись только в конце прошлого столетия. А теперь каждый год вузы региона выпускают порядка сотни окулпера. Сегодня очень много спорных моментов по поводу того, каким должно быть современное журналистское образование. И мы очень часто слышим критику, и в свой адрес тоже. Я считаю, что нужно не критиковать, а действовать. Поэтому очень тесно работаем вместе с журналистским сообществом. В штате кафедры в качестве штатных совместителей очень много профессионалов. Я считаю, что печатные СМИ имеют право на жизнь. И журналы, и газеты просто начинают также расширять свои границы, свои возможности, подстраиваются под интересы общественности. И возможностям нет предела. Почти у каждой газеты есть своя интернет-версия. Раритетные номера оцифрованы и доступны в электронных архивах. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Дмитрий Алатрцев. Новости губернии. Подарок на старый Новый год для тех, кто любит музыку и красочные зрелища. В Самарской филармонии выступил звезда мюзиклов Иван Ажогин. Как его называют за главную роль в Бале вампиров, самый обворожительный вампир страны. Наш корреспондент Татьяна Пудова узнала, какой подарок он приготовил самарским почитателям классики. Его называют самым обворожительным вампиром страны за роль графа фон Кроллока в мюзикле «Бал вампиров», который с 2011 года идет на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Впрочем, вечером в пятницу 13-го на сцене Самарской филармонии никакой мистики, только хиты из рубежной эстрады и песни из советских кинофильмов. Иван Ажогин – актер, певец, лауреат национальной премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра». Исполнял партии Воланда «Мушиного короля, призрака оперы». В нашей съемочной группе актер признался, злодеев играет с детства. В детстве я играл, помню, в школе играл в одной из первых ролей «Серого волка». Серого волка, который, да, что-то он там замыслил, украсть какую-то звезду хрустальную с елки. В репертуаре певца произведение различных жанров на 15 языках мира. Он собирает полные залы. Хороший голос, во-первых, у него. Мы по таким голосам соскучились. Поэтому мы вот и пришли. Татьяна Пудова, Сергей Костин. Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания. Благодарим за оформление студии профессиональных флористов садового центра Веры Глуховой.